итак доброго времени суток друзьям приветствую всех на канале ирзон game и сегодня мы с вами с обзорной экскурсии посетим проект который называется rocket life данный проект находится в онлайне уже очень долгое время он переименовывался но существует он уже годами я никогда в жизни не заходил на его предыдущую версию данного проекта не был я и на этой версии как под названием rocket life я наполнялся теми впечатлениями которыми со мной делились игроки а это естественно поверхностное мнение какой-то часть сплетен ну и тому подобное но захотелось посмотреть на все это своими глазами и надо сказать что проекта мне понравился он не лишен каких-то своих недоделок и косяков но тем не менее как игровой продукт он очень таки даже неплох но давайте обо всем этом по порядку а начать хотелось бы с меню кастомизации которые присутствуют при входе на этот проект но к великому сожалению как раз его то я и не записал а поверьте это того стоит она очень похожа на то меню кастомизации которые вы видите при входе в игру gta 5 роли play точно также сделано и здесь вы в самом начале настраиваете своего персонажа ну и уже с настроенным персонажем появляетесь в единственной точке которые вам предоставляется город кавала как выглядит точка появления вы сейчас видите сделано все уютненько сделано все двориком в этом дворике находятся плакаты с объявлениями в этом дворике находится и самое большое скопление нужных вам изначально магазинов выглядит все очень уютно и тепло но помимо уюта и тепла этого дворика понравилось и технические решения так например здесь есть плакаты с qr-кодами для того чтобы вы быстренько могли перейти на нужный вам ресурс будь то века или еще что-либо также и плакаты с информацией которыми вы подходите взаимодействуете и они загораются в виде планшета чтобы не напрягать зрение а посмотреть это практически во весь экран здоровское и интересное решение также здесь есть банкоматы и роднички с водой ну и как я уже сказал куча всевозможных магазинов которые нужны вам будут для того чтобы начать квестовую линейку да здесь есть начальная квестовая линейка и выполнена она ну примерно так же как это делается на проектах gta live rp вы делаете какие-то несложные задания за что вам начисляются денежки сделано все неплохо в общем то но есть одно но есть задание с посещением автосалона и покупкой первого автомобиля так вот автосалона на карте нету вернее автосалон то есть и вы в него заходите и понимаете а денег то вам не хватает вам нужен другой автосалон который прописан в задании но его нету на карте например в моем случае я зашел ночью и никого не было и я часами бегал искал а где же автосалон в котором я могу купить автомобиль а его нету на карте просто нету на карте вот такие вот нюансы на этом проекте на самом деле вызывают ряд вопросов казалось бы проект очень продуманный очень технологичный но бывают вот такие вот решения по поводу например вот этого задания где вам надо купить автомобиль но автосалона на карте нету и таких ошибок здесь очень много ну а как выполнен сам автосалон вы сейчас видите это один из лучших автосалонов вернее решение техническое решение вот выполненное видео автосалона самое наверное лучшая машинка может крутиться как вокруг своей оси так ее можно передвигать и по самому экрану можете отодвинуть в правый верхний угол в левый верхний нижний угол как угодно машинка движется во всех плоскостях сделано все очень и очень достойно как в общем-то и карта на которой нету того самого автосалона в который мне нужно было зайти по заданию и купить дешевую машину но сама карта меня удивила это наверное лучшая карта из тех которые я вообще видел она полностью интерактивные интерактивные иконки интерактивное меню справа интерактивная настройка даже метки которую вы ставите меток на можно ставить пять штук можно настраивать величину метки можно настраивать цвет метки помимо этого настроечные таблички тоже можно передвигать по карте в то удобное для вас место например я выбрал верхний левый угол вы можете расставить эти настроечные таблички так как вам удобно куда угодно а все в этой карте интерактивно это мне очень понравилось ну и в целом у таких технологических решений которые способны облегчить жизнь игроку за счет своих интересных механик здесь очень много но часто можно столкнуться и с откровенной халтурой которая не вписывается в картину технологичности этого проекта здесь очень много начальных работ очень много начальных работ и это действительно так одна из них грузчик в порту ну и посмотрите как здесь сделано анимация того как носит этот грузчик ящик и да конечно же я знаю как тяжело бороться с анимацией в игре армам здесь анимации очень мало и чтобы сделать что-то новое надо писать свою анимацию и конечно же это не решает никаких вопросов есть она и есть как кривая и кривая халтура в общем-то грубо говоря халтура но здесь же на этом же проекте есть следующее задание по доставке почты где такая же анимация где человечек ваш персонаж носит нормально ящик ну или в данном случае бутылку баклажку какая разница почему-то не взяли оттуда анимацию и не прописали ее сюда здесь же ящик летает сквозь тело персонажа опять же таки скажу что на данном проекте это выглядит как халтура потому что проект в целом очень технически подкованный ну и раз уж мы коснулись следующего рабочего занятия давайте на него и перейдем и тут хотелось бы обратить внимание на то как оформлена точка получения задания скрипт на самом деле старый заезженный существует уже много лет но как его здесь обыграли посмотрите складское помещение сидит сотрудник за столом все оформлено красиво здорово и посмотрев на то как авторы могут оформлять точки да мы подъезжаем к следующей точке и здесь опять халтура висит персонаж в воздухе почему-то у него женское имя ну и выполнено все это вот таком вот виде да вот опять таки контрастность одной точки как одна выполнена как она оформлена и как забили на следующую точку которую вы видите ну и как противовес и доказательство того что я говорил в предыдущем рабочем занятии здесь есть нормальная анимация ношения предметов ну и еще один плюс что каждая точка доставки немножко видоизменена и как это выглядит вы сейчас видите ну и переходим на следующий вид рабочих занятий доступных всем здесь нету какого-то ограничения по уровню вы можете выбирать любое рабочее занятие ну исходя наверное из экономической составляющей ну и я путем беседы с другими игроками понял что следующее занятие мне которые меня может заинтересовать это работа дальнобойщиком и да здесь в отличие от многих проектов работа дальнобойщиком доступна вам сразу не надо ничего покупать просто приходите на точку трудоустройства ну или как моем случае меня туда привез человек устраивайтесь получаете грузовик и выбираете точку куда вам хотите отправиться естественно что все выбирают дальнюю точку самая дальняя точка к дальнему маяку 30 километров за что вам заплатится 65 тысяч возвращаетесь обратно плюс еще 65 тысяч в результате естественно получаете 130 тысяч заходку туда и обратно это очень важно потому что следующее рабочее занятие которым мы будем заниматься покажет вам что экономика на этом проекте все ж таки не настроена ну а возвращаясь обратно к этому рабочему занятию не могу не отметить плюс того что такое занятие есть на большинстве проектов но мало где она работает здесь же пошли обходным путем вам не надо покупать какого-то хента который здесь когда-то в этом задании был прописан вам не надо ничего от вас требуется покупка лицензии которая стоит 10 тысяч лицензии на категорию c и прийти вот в эту вот точку трудоустраивайтесь вам выдают машину заправлять ее не надо просто едете в одну точку потом возвращаетесь сюда по возвращению надо вернуть машину тогда депозит вам возвращается депозит составляет две с половиной тысячи которые списываются с вашего счета с вашей карточки под такому же принципу построено и следующее рабочее занятие которое называется водитель автобуса но вот которая мне не особо понравилась по нескольким причинам первое это кривая модель самого автобуса она не интересная не функциональная ничего не открывается сама моделька сделана на отцепись дурацкие блики от стекол если ездить от первого лица и следующее маршрут вам не прокладывается не отмечается даже . на карте вернее на карте то она отмечается но карту надо открыть чтобы увидеть куда вам ехать через визуал вы не видите приходится ставить свою собственную метку и ехать на нее сам маршрут мне показался очень нелогичным было бы проще пустить и этот маршрут по федералке чтобы игрок человек не заморачивался куда-то сворачивать но приходится очень часто отворачивать какие-то непонятные поселки проходит маршрут по всей карте атира софия пиргас и обратно ездить очень много все время надо открывать карту по экономической составляющей данное рабочее занятие не представляет никакого интереса потому что в целом вы заработаете всего 90 тысяч за огромный маршрут повторюсь что на дальнобойщике вы получите 130 тысяч ну и уж коли мы заговорили о экономической составляющей а я говорил что здесь не все так гладко как хотелось бы скажу что есть еще рабочее занятие электрика есть пеший курьер ну а мы переходим на самозанятость для этого конечно же идем в тот самый магазин которого нет на карте но а существование которого можно узнать у других игроков именно там есть машинки доступные вам самого начала покупаем какое-никакое ведро и выдвигаемся в яблоковый сад который находится недалеко от ковалы и точка продажи тоже находится здесь же рядом под ковалой то есть все очень компактно удобно сам яблоковый сад выглядит вот таким вот образом которым вы сейчас видите это действительно модельки каких-то яблонь с какими-то даже красными плодами выглядит все симпатично тут же можно заметить что есть и анимация про который я уже говорил да в каких-то моментах их просто нету она отсутствует но здесь же есть своя собственная анимация сбора яблок что конечно же радует потому что на большинстве проектов мы делаем что берем тяпку колотим по земле и каким-то образом в чистом поле появляются яблоки здесь же все сделано очень достойно и красиво яблоковый сад прямо это вот яблоковый сад но по экономике это опять-таки ни черта не стоит гораздо проще и по экономике и по взаимодействиям работать на каком-то рабочем начальном занятии лучше всего на дальнобойщики или электрики просто в разы в разы больше заработок и меньше время затраты но зато мне очень понравилась система взаимодействия с автомобилем здесь нету просто напрочь вырезана эта функция через букву т вы открываете отдельный какой-то багажник у автомобиля нет здесь все сделано через снаряжение выложите в снаряжение перетаскивайте из своего рюкзака в инвентарь автомобиля и все никакой клавиши т здесь нету это мне очень и очень понравилось также мне понравилось что можно из своего инвентаря в инвентарь машины перетащить все сразу же зажав клавишу shift вы зажимаете shift перетаскиваете то что вам нужно перетащить в инвентарь автомобиля и выскакивает табличка какое количество вы хотите забросить естественно нажимаете просто согласиться и весь инвентарь перекладывается одним нажатием в инвентарь машины очень и очень здорово как я сказал на этом проекте очень много таких технологичных решений которые облегчают существование игрока на этом проекте ну и заработав какие-то начальные деньги не на самозанятости не на яблоках только на начальных работах еще расскажу что они имбовые там хорошие заработки и кратчайшее время на этих рабочих занятиях я поехал в магазин грузовиков чтобы посмотреть какие грузовички есть вы это сейчас все видите магазин еще раз похвалю магазин сделан просто лучшим образом машинки крутится по всем осям как только можно крутите вертите как угодно ассортименте к меня конечно же немножко смутило ассортименте для такого проекта очень скудненький да здесь есть еще ряд магазинов по випкам есть промышленный транспорт там например продается комбайн который нужен для сбора зерновых но выбор в данном случае этого магазина меня все таки немножко поразил тем что у такого гиганта должен быть мне кажется ассортименте к то и побольше ну ладно есть что есть выбираем автомобиль я для себя выбрал зил выбирал его по цене не самый дорогой не самый дешевый для того чтобы поехать и позаниматься какими-то своими делами тут же должен отметить что на проекте есть недоразвитая система двойной оплаты например в магазине одежды вам предлагается оплатить по карточке или наличкой но такой системы например здесь в магазине автомобилей грузовых нету и нету даже рядом банкомата вообще с банкоматами на самом деле на проекте большая напряженка я насчитал их всего 15 штук 15 штук на огромный altis этого очень на мой взгляд мало ну ладно бежим за наличкой покупаем автомобиль и отправляемся на занятие я для себя выбрал занятия связанное с нефтью добыча бензина переработка его в чистый бензин и продажа почему я это выбрал потому что в начале в том самом меню кастомизации про который я вам говорил в самом начале этого ролика была возможность выбора некого пресета и я выбрал для себя нефтяника то было написано что выбрав такое направление у вас будет начальный буст но на самом деле ничего такого не было я качался с самого нуля ну а для того чтобы начать заниматься подобным видом деятельности вам нужно лицензия на переработку бензина и естественно автомобиль причем любой автомобиль не нужна цистерна там добывается прямо канистрами естественно можно грузить в любой автомобиль то есть еще расскажу цистерна не нужна но вот по время затрате я чуть на самом деле не охренел . добычи бензина находится под пиргасом то есть мне пришлось ехать от ковалы до пиргаса и еще чуть дальше там добывать бензин добывается он достаточно долго потом надо ехать на переработку она находится за софией это другой конец алтиса чтобы его переработать и продать мне нужно вернуться в пиргас точка продажи именно в пиргасе ну и потом надо вернуться обратно в ковалу пробег просто бешеный я когда-то показывал проект империал и говорил что там самые безбожные пробеги нет теперь я меняю свое мнение самые безбожные пробеги именно здесь еще по той простой причине что здесь у грузовиков стоит реальная скорость то есть зил не разгоняется больше сотни вы будете ехать со скоростью 100 километров в час и это максималка повороты остановки и тому подобное затрудняют ваше движение и естественно скорость в среднем становится примерно 80 километров в час по моим скромным подсчетам пробег реальный пробег у меня составил около 75 80 километров кстати здесь же можно обратить внимание стоит очень интересный спидометр спидометр внизу показано линеечкой в левом нижнем углу это топливо и есть километраж но километраж показывает какую-то хрень я не понял как он работает он начинает работать после 80 где-то после 100 километров и что он считает я не знаю но то что он есть это прикольный вообще сам по себе спидометр который расположен в левом нижнем углу выглядит в общем-то достойно но возвращаемся к нашему занятию здесь кроме всего остального мне понравилось единственное такое я уже показывал на проекте tiranos вы можете перерабатывать машину целиком к сожалению здесь на этом проекте это немножко ограничено здесь вы сможете перерабатывать свою машину прокачавшись до восьмого уровня не прокачанный вы перерабатываете точно так же как и везде через рюкзак из рюкзака в общем-то происходит взаимодействие но если вы прокачаетесь выше восьмого уровня вы просто ставите машину нажимаете переработать и занимаетесь своими делами переработчик сам переработает весь автомобиль но повторюсь после восьмого уровня ну а весомым минусом всего этого проделанного мною путешествие через всю карту и длиною в целую бурю это продажа этого бензина который как я сказал не настроена я продал чуть больше 30 тысяч еще раз повторюсь что если вы сядете на грузовика который вам даже покупать не надо а я купил этот грузовик если вы сядете на грузовик дальнобойчика и съездите просто в одну точку его обратно то заработаете 130 тысяч я же проделал маршрут гораздо больше по километражу гораздо затруднительней я потратился на лицензию я потратился на право я потратился на машину и заработал в результате всего 30 тысяч так что я все-таки буду настаивать на том что экономика здесь не настроена я всегда сторонник того что сама занятость должна оплачиваться лучше хотя бы по тем простым принципам что мне для этого нужно тратиться мне нужно тратиться на инструмент на лицензию на автомобиль на штрафы ну а как выхлоп у меня получилось в разы меньше я считаю что это не настроена экономика ну и как я говорил в самом начале ролика в целом проект мне понравился проект хороший интересный да он не лишен каких-то своих тонкостей и нюансов недоработок в целом мне он очень понравился как игровой продукт он неплохо оформлен опять надо сказать что например вокруг ковал и сама ковал оформлены неплохо и сейчас вы увидите некоторые панорамки которые я снимал так например оформлен порт пляж сама ковал а ну стоит вам отъехать подальше от ковал и и все благоустройство заканчивается как говорится сделали уют в одном месте она остальное подзабили но в целом это все равно складывается очень приятное впечатление о этом проекте особенно когда вы на него заходите вот это вот уютность дворики все облагорожено да он не лишен и остальных проблем которые я показал и так например одна из проблем которые мне очень не понравилось это взрыв вертолетов сейчас вы тоже это можете видеть ни у одного меня взрывались вертолеты но почему-то почему-то по необъяснимой для меня причине авторы не исправляют этот косяк оказалось бы работы грубо говоря на час уберите эту конструкцию и поставьте точку появления вертолетов на ровной плоскости без каких-либо награждений и все но почему-то авторы выбирают способ компенсации и как я выяснил взрывается вертолеты в день по 10 там 15 раз вертолет взорвался как это доказать да никак но почему же вам не сделать просто ровную поверхность уберите всю эту конструкцию странное странное решение от авторов где-то все продумано где-то все очень технологично а где-то вот такие вот косяки но даже несмотря на все то что я только что перечислил и показал данный игровой продукт на голову выше большинства вновь открывавшихся проектов и существующих на данный момент он реально интересный технологичный очень много игровых механик много интересного есть чем позаниматься и на что посмотреть как я сказал в самом начале я не заходил на него и слышал только слухи но надо сказать что слухи не оправдались я не знаю что было на предыдущей версии но на данной версии продукта игрового проекта все работает хорошо мне говорили что здесь например имбовые витки я не увидел никакой им бы випку вы кстати говоря на этом проекте можете купить за внутриигровую валюту также мне говорили что новичок здесь сильно ограничен я ничего не увидел подобного новичок здесь ничем не ограничен идите и занимайтесь и пользуйтесь игровыми механиками в полной мере я никаких ограничений для новичков здесь не увидел по атмосферности говорить не буду как всегда мой канал это техническая сторона это механики это скрипты это маппинг и все в этом роде по атмосфере которая здесь царит не буду ничего комментировать вот такой вот получился у меня обзорчик данного проекта так что кому интересно заходите играйте и получайте удовольствие у меня же на этом все всего вам доброго